В настоящее время бизнес, связанный с недвижимостью, является одним из наиболее прибыльных. Особую привлекательность составляют сделки, связанные с арендой недвижимости. В первую очередь стоит отметить, что сдавать в аренду недвижимость имеют право как физические лица, так и лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Рассмотрим случаи, когда недвижимость сдает физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Полученный доход от сдачи в аренду имущества относится к имущественному доходу физического лица. Физическое лицо при получении имущественного дохода обязано по истечении налогового периода предоставить налоговую отчетность налоговым органам по месту жительства. Сумма налога в данном случае составляет 10% от суммы дохода. В этом случае необходимо вовремя оплатить налог не позднее 10 календарных дней после срока 31 марта года следующего за отчетным, то есть 10 апреля. Если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то налоговым кодексом установлено право режима. Первый режим – это специальный налоговый режим на основе патента. Налог в данном режиме уплачивается заранее, исходя из прогнозируемой прибыли. Собственник может выбрать любой удобный интервал. С начала 2018 года ставка налогового режима на основе патента, в частности для тех, кто сдает квартиры, снижена с 2 до 1%. Этот механизм доступен тем, кто не использует наемный труд и чей доход не превышает 7 миллионов тенге в год. Этот режим самый популярный у арендодателей. Например, если физическое лицо сдает квартиру за 100 тысяч тенге, он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, выбрать специальный налоговый режим на основе патента и оплатить 1%. То есть, в нашем случае, это будет составить 1000 тенге. При этом, главное требование, чтобы не было наемных работников. Второе требование – налог должен уплачиваться заблаговременно, то есть до получения патента. Второй режим – это специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. В этом режиме декларация сдается один раз в полгода. В декларации указывается сумма дохода, полученная за определенный период, а именно за полгода. С этой суммой рассчитывается налог в размере 3%. Налог уплачивается после получения дохода. То есть, в первом случае, если при специальном налоговом режиме на основе патента налог уплачивается до получения дохода, то в этом случае он оплачивается после получения дохода. Зарегистрироваться в качестве ЕП можно за один день на портале электронного правительства ЕГОВ или в органах государственных доходов. Необходимо отметить, что органами государственных доходов на постоянной основе совместно с органами внутренних дел, ахиматами кооперативных собственников квартир проводятся проверки по выявлению недобросовестных арендодателей. В результате проведенных совместных мероприятий с уполновочными органами в 2017 году в качестве индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано порядка 9 тысяч предпринимателей-арендодателей. За 8 месяцев текущего года уже порядка 7 тысяч, в том числе, кто зарегистрировался самостоятельно. Однако, несмотря на проводимые совместные мероприятия с уполновочными органами, большая часть сдаваемого арендного жилья все еще находится в тени. В отношении налоговой отчетности в установленный срок, в Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность. За непредоставляние в орган государственных доходов налоговую отчетность в течение года после наложения административного взыскания в виде предупреждения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого составляет 36 075 тенге, что составляет 15 месяцев расчетных показателей. Во избежание ответственности мы призываем на поддержку работать прозрачно, поскольку в Казахстане созданы все условия для ведения бизнеса. При этом максимальная ставка подоходного налога составляет 10% и имеется возможность ее официально снизить до 1%. Тогда как в других странах, например, в соседней России он составляет от 13% до 30%, а в США такая ставка составляет от 29% до 38%. За 6 месяцев текущего года, как говорилось выше моим коллегой, совместно с другими полномочными органами, нами выявлено порядка 7000 человек, которые нелегально сдают квартиру. Мы со всеми программами не зарегистрировались в качестве ИП. По второму вопросу могу сказать, что действительно у нас в законодательстве предусмотрено о том, что вы можете сдавать эту квартиру, не регистрируясь в качестве ИП. По второму вопросу, достаточно предоставить декларацию после нового объединения. В связи с тем, что первая административная ответственность является как предупреждение, то есть штрафно, как правило, не поступает, то есть это устное предупреждение. При повторном нарушении, конечно, это очень низкий процент, там порядка, вот на сегодняшний день, как мы сделали анализ, где-то 2-3, ну, порядка 2 миллионов тенге поступило штрафные санкции. По регионам, конечно, наибольшее количество у нас Алматы и Астана, после этого у нас идет Ахмолинская область и Актюбинская область, и Восточно-Казахстанская область. Это вот где выявляется наибольшее количество налогоплательщиков, которые нелегально живут на квартиру. То есть эти областя являются у нас Алматы на первом, да. И вот такой момент, сейчас мы можем услышать от знакомых, что есть люди, у которых там стоят курсы по 30, по 20 квартир, если... Ну, законом это не запрещено, да, законом это не запрещено, это то же самое, что индивидуальный предприниматель имеет 30-40 магазинов, к примеру, да? И это понятно, а листь, данные, вот сколько? Ну, сколько квартир, мы такой анализ не составляем, но это законно, я говорю, никак оно не запрещено, вы можете хоть 200 квартир иметь, но самое главное, соблюдать налоговую законодательность. Налогоплательщику предоставляется возможность самим заявлять доход, то есть он сам заявляет доход. А снижает, занижает эту доходную часть, мы только можем при сопротивлении данных. Получается, главное листья платил. Лишь бы заплатил, да. Еще, знаете, как он может, вот, например, командировочный, да, приехал у него, например, скажем, государственный служащий, вот приехал, он ему выставил счет фактуру, выдал чек на сумму, например, скажем, на 200 тысяч тенге, если у него доход за тот период, который он сдавал квартиру, меньше окажется, то в нашем случае выставляется уведомление на разницу этой суммы. То есть он должен самостоятельно устранить ее и оплатить эти налоги. Примерно в месяц я квартиру буду сдавать по 100 тысяч тенге, да, ну может по 120 тысяч, может 80 тысяч. Среднестатистическую сумму он берет, а ты сумму платит налоги заранее, за благодаримый патент. И, соответственно, когда подходит срок, он может его продлить на месяц, на два месяца, до года. Вот вы, как физическое лицо, обращаетесь в банки, вам кредиты не выдадут, потому что у вас нет пенсионных накоплений, правильно? То есть вы нигде не зарегистрированы, официально вас нигде нет. А при наличии, если банкиры, любая заемная организация видит, что вы работаете, получаете стабильный доход, у вас без проблем, вы получаете все свои кредитные средства. Даже уходите на пенсию, даже вы уходите в декретный отпуск, соответственно, государство выплачивает все эти выплаты, которые вы сами произвели. А минусы, конечно, существуют, то ли вы оплатите налоги, сколько, тысячу тенге в месяц, грубо говоря, либо вы оплатите штраф 15 марта, это 36 тысячи тенге на стоимость. Введение бизнеса – это очень легко, чем как быть в тени и работать без регистрации. И даже вот самозанятые, мы всех самозанятых призываем работать официально, регистрироваться в качестве единого пункта или юридическое лицо, как ТО открыть. Тем более, что сейчас органам, кто работает в силовых структурах, пример, этим гражданам возмещает государство в сумму жилья, расходы на жилье. И нам, в силовом органе, все предоставляют сведения, кому они перечислили эти деньги. Вот вы, например, захотели зарегистрироваться. Вы приходите в налоговый орган, либо же вы приходите в ЦОН. То есть налоговый орган уведомляет только нас о том, что вы начинаете предпринимательскую деятельность. Но самое главное условие – вы сразу должны определить, по какому режиму вы будете работать. Либо вы будете по патенту работать, либо вы будете работать по обращенной декларации, либо по общественному порядку. То есть вам не обязательно в налоговую даже ходить. Люди, если даже этого боятся, можно зарегистрироваться через ЦОН. И в определенный, когда срок пришел, сдавать налоговую отчетность, оплачивать эту сумму. Если по патенту, то за обовременно оплачиваете. То есть налоговую там ходить вообще не нужно. А куда? Вы сдаете просто свою отчетность через кабинет налогоплательщика, и все. Электронная цифровая подпись называется. Получаете электронную цифровую подпись, через кабинет налогоплательщика вы завесите свой расчет на патент, оплативаете эту сумму, и все. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин